Что будет, если сегодня взять и открыть 100 или даже больше, но самых дешевых кейсов? Именно это мне стало сегодня интересно. До этого я покупал самые дорогие, самые редкие, самые окупные, какие только, в общем, слова мы не подбирали. Но я не проверял, что будет, если открыть самые дешевые кейсы. А под самыми дешевыми кейсами, пацаны, у нас подразумеваются кейсы, которые стоят дешевле 200 тысяч. Именно их мы сегодня закупим в большом, самое важное количестве. И откроем на моем балансе 13 521 рубль, и примерно все эти бабки я планирую сегодня потратить вместе с вами. Поэтому отправляемся на ларьки, чтобы закупиться и постараться окупиться. Ну, как минимум 100 ровно мы купим, и дальше уже как пойдет. Поэтому мы берем по 33 кейса разных коллекций. Самый дешевый кейс, который есть, это на самом деле кейс Путь войны. Их очень много на рынке, потому что их часто выбивают, они с батл пассов, но это самый последний свежий кейс. Их продается здесь аж 300-800 штук, поэтому такое большое количество создает вот такую цену. Мы покупаем их и отдаем за них 5 миллионов 700 тысяч за 33 кейса. Я нашел египетскую силу за 215. Я нашел вот пока только 20 рождественских экспрессов, которые, в общем-то, нам выйдут в 3 700. Мы их сейчас покупаем, открываем, потом возвращаемся, потому что что-то мы залутаем. Во всяком случае, я сейчас имею 33, 33 и 22 кейса. Их сейчас мы отправимся открывать. Ну что, пацаны, я готов. Мы потратили почти, ну, где-то примерно 17 миллионов и почти 100 кейсов купили. Это на самом деле много, потому что когда я покупал самые дорогие, мы тратили 100 и у нас получалось купить там, ну, 20 штук. Понятно, что с 20 это надо прям, чтобы жестко повезло. Поэтому прямо сейчас мы начнем с египетской силы. Это летние кейсы с прошлой летней обновы. В новой летней обнове мы ждем в обнове 6.9 новый кейс летний, но пока его нет, мы открываем египетский кейс. И это, пацаны, один единственный кейс, которого мне единожды падал. Вот этот вот скин мумии. И это, в общем-то, единственный самый мой везучий кейс. Поэтому за 120 рублей я полетел открывать, пацаны. Просто берем и долбим сейчас. Слушай, маска мумии за 3 ляма неплохо. 3 ляма уже вернули. Уважение в плюс. Вернули. Полетели дальше. Хонда Ами 75. Шляпа полная, 2 штуки. Ладно, фикс. Слушай, Мазда за 450. Я напоминаю, мы кейс купили за 175 тысяч. Вот просто говеные копейки. Почти все здесь его окупают. Ну, кроме ежа, конечно, кроме маски. Но даже летний прикид, если он выпадет, насколько я помню, он либо в ноль, либо окупает. Пока я кручу, нам падает шляпа. Нам реально падает херня. Да, даже летний прикид 500 тысяч стоит. Подожди, ну египетская сила, получается, народный кейс, который стоит дешево, он доступный. И его реально, походу, выгодно открывать. Смотри, мы просто фармим бабки. Мы просто фармим бабки на месте. Да, маски падают, да, минусы всыпятся. Ну, нам всыпятся тачки и скины, которые стоят полмиллиона. А за кейс мы отдали 170. Мы, как минимум, не в минусе. Слушай, мне нравится. Мне нравится, как идет. Потому что, когда мы открываем дорогие кейсы, за 8 лямов покупаем Велесову Ночь Первую. Дропим оттуда тыкву за 25 тысяч. А здесь мумии по 3 ляма сыпятся. Я за кейс отдал просто копейки. Уважение увеличивается уже в 2 раза. Сколько мы открыли? Подожди, у нас только половина открыта. Уже на балансе 9 миллионов. Почти половина всех денег, что мы потратили на закупку кейсов. Мы что, изи фармим сейчас? Почему я раньше этого не делал? Почему я раньше открывал дорогие кейсы и просто всирал бабки? Да, потому что это интересно, но... Эй, ну перестань, погоди. Перестань сыпать говно, давай дальше продолжим фармить. Перестань сыпать говно, давай дальше. О, ну ладно, пойдет, но это не то, что нам надо. Еще одну золотую маску, это минимум, что нам надо. Подожди. Лексус стоит еще дороже. Скин японки, может быть. Ламба, фиолетовые вещи, может быть, тоже стоит денег. Мумия, ну она прям вот, ну может, миллионов. Я не буду говорить, сколько она стоит, потому что я точно не знаю. Но по-любому, тридцатку хотя бы стоит. Когда я ее выбивал, она стоила почти 70 миллионов. Но прошел год, я думаю, 70 миллионов она не стоит. Поэтому, что, полетели? Блять, ну почему маски сыпятся? Ну почему начали сыпаться маски? Ладно, слушай, мы во всяком случае, если посмотреть на балик, а балик у нас 10 миллионов, мы в жесточайшем окупе. Я сейчас еще раз посчитаю, сколько я потратил на закупку и сколько у нас вышло с египетской силы. Ну пожалуйста, ну дай нормально что-то. Давай просто обычно откроем. Подожди, ну пока сыпется говно, реально. Мы начали хорошо так, и потом просто говно, говно, говно сыпется. Ну перестань. Ну просто перестань, по-братски тебя прошу. Сколько осталось? Два кейса. Два кейса 10,5 миллионов нам высорало. Это последняя египетская сила. Ну кстати, ну подхилила, да, полмиллиона дала. Мы получили 11 миллионов там и какие-то копейки. Давайте просто посчитаем. Мы что, 175 тысяч отдали? 5700 мы отдали. 5300 мы залутали. А что если мы возьмем, зайдем в магазин, конвертация валюты, 3960 у нас ушло, да? Мы бы получили 6300. Нет, мы в минусе. Мы бы получили больше, если бы просто донат монеты, конвертнули в валюту, мы бы получили больше. 100%. Нет, этот кейс не окупной. А хотя в начале шло очень хорошо. Но этот эксперимент мне кажется крайне интересным. Очень, блядь, хорошо. Ой, раза. Ну слушай, эксперимент пока идет успешно. У нас 33 хп, везучее, мое любимое число. Поэтому мы сейчас переходим на кейс. Путь воина. Кейс, в общем-то, последний, который добавлялся. Здесь можно выбить зилок, пацаны. Ну прям, ну я не знаю. Я их даже не видел, чтобы продавались на серваке. Может быть, я выбью. Ну, кстати, скейт, если выбить, то, возможно, он будет стоить неплохих денег. Потому что старые скейты стоят дохренища. Новых не выпадало. Скейт, дефицит. Всем нужны, потому что очень удобная штука. Поэтому прямо сейчас полетели крутить путь воина. Хонда ЦРХ за 65. Нет. Это все в минус, потому что кейс нам каждый стоит. Ну давайте примерно 200к мы за него отдали. Хотя нет, мы отдали за него 185. Пока падают тачки за 65. Прям очень часто падают. Будут падать часто маски, 100%. Потому что в чате ютуберов, Лешов просто жалуется, что эти маски за ним. Его просто преследуют. Там все жалуются на эти маски. Просят Максима Душляка изменить шансы. Ну а я кручу, пацаны. И мне насрать. Мне насрать, потому что, кстати, маска 160 стоит. Почему не жаловаться, да, если подумать? Она в ноль выбивает. Но этот кейс Параша. Я уже чувствую, что он Параша прям. Самый стрёмный кейс. И реально, он когда вышел, я его самым стрёмным считал. Если этот кейс не дропнет нам 3 тайных, это все шляпа просто на постном масле. Это просто... Сколько мы открыли? Уже 19 осталось, там ничего не выпало. Прикалываешься, что ли? Я что-то не понял. Нет, давай нормально что-то. Есть аура. Давай, аура сильная прям. Я чувствую, что здесь пока что пахнет освежителем воздуха для туалета. Оооо! Посмотрите, Тойота выпала. За 300 тысяч. Это целых 2 кейса она отбивает. Нереальная удача прям, да? 160. 65. Да ты что? Да ты... Вы-то щедрый прям сегодня. Кейс говна просто. Посмотрите, что происходит. У нас осталось 13 кейсов. Я напоминаю, чтобы этот кейс хоть как-то себя оправдал. Ему надо, ну, хотя бы 3 тайных выбить точно. Одно есть, как и на Нелли за 4 с половиной. Я продаю здесь, потому что этот скин, скорее всего, продается дешевле на ларьках. Почти каждый второй любитель аниме гоняет в этом скине, потому что он доступный и классный, типа, и тайный еще. Но одно тайное, одно красное за 33 кейса это как-то жидко. Сколько осталось? 8! 8 сраных кейсов осталось. Мы добиваем. Крутим. Не, ну говно. Ну говно полное. Одно тайное, все что ли? Одно тайное, все что ли? Сколько? 3 кейса осталось. Давай их откроем медленным образом, потому что... Я открывал быстро, выпало только одно тайное. Но балан, кстати, неплохой. 18 200. А что неплохой? Я сейчас верну просто свои бабки, если... Если я просто верну свои бабки, которые у меня были на руках... И просто всажу весь донат, но это будет шляпа, понимаете? Это просто будет слив денег в унитаз. Бабки на ветер. Полетели. Бабки, дедушки. Кто угодно. Но там не было тайного. Одно тайное за все открытие. Возможно, нам просто не повезло. Может быть, кейс-то классный. Но высрал он нам, во всяком случае, 7,5 миллионов. А на покупку мы потратили 6 100. Мы заработали миллион, а просрали 3 тысячи. Минус 3 тысячи, или по сути, минус 6 миллионов за эту коллекцию. Я сейчас возвращаюсь на ларьки, потому что надо, чтобы у нас тоже было 33 кейса, только новогодних. Так, у нас 29 кейсов. Нам нужно 4 кейса. Мы покупаем вот эти. Это почти самые дешевые, которые я здесь нашел, которые в большом количестве продаются. Давайте откроем в центре вот этого круга. Потому что там я открывал, но как-то не очень. Может быть, здесь аура будет получше. Я решил не отправляться на то побережье, там, где везучее место. Потому что, ну, как-то сегодня решил скипнуть. Ну, чисто ради интереса. Ну, кстати, на него есть надежда. Правда, здесь падает XM. XM не такой классный, в общем-то, дроп, как если бы зилок упал, или там скейт. Ну, ладно. Что упадет, то упадет. Мы вообще даже фиолетового за сегодняшнюю серию, за 100 открытий не увидели. Это просто трэш, на самом деле. Здесь есть красные предметы, которые имеют шанс полностью вернуть нам бабки. Наша задача это разными способами. Подожди, мы отдадим сейчас 12 тысяч доната. Бля, я хочу посчитать. Перед тем, как мы откроем, я хочу посчитать. Смотрите, мы отдадим 12 тысяч доната за эту серию. При этом, при всем, 12 тысяч доната, это у нас 19 миллионов. У меня было на руках, ну, плюс-минус 18, когда я закупал кейсы. 18. Плюс 19. 37 миллионов у меня должно быть, чтобы я просто был в нуле. То есть, мы сейчас в чистом минусе, почти в половину. Блин, слушай. Даже открывая самое дешевое, мы не уходим в плюс. Неужели просто дело в сраной удаче и просто тебе надо дропнуть вещь, которую ты потом должен за 3 дорого продать. А у тебя попадется чел, который просто сторгуется и ты просто... Пойдет! Полтора миллиона со второго кейса. Пойдет, ладно. Но полтора миллиона. Нам надо еще 20 вернуть. Я не знаю, как это делать. Я, честно, не знаю, как камбэкать. Шло мега интересно. Зимний прикид за 250. Ладно, полетели. Открывать быстро, потому что томить я не хочу. Мне хочется быстрее проверить, быстрее узнать, сколько мы получим. Такой ли это фарм? Потому что раньше были дешевые оперские кейсы. Мы жестко на них фармили. Теперь таких кейсов нету и дроп стоит недорого. Да, слушай, тяжело. Реально тяжело взять и дропнуть. 450 в принципе окупает, но... Очень много жигулей по 35, скины 250. Этот кейс не похож на окупной, если честно. Он похож на шляпу на полную. Chevrolet Suburban за 360. Шапка за 25. Пятерка, ну камон. Ну не, ну не, не смешно. Не смешно! 14 кейсов, на руках 22 миллиона. Мы просто... Вот деньги на ветер мы донат просто просрали. Мы ничего не дропнем, что ли? На самых дешевых кейсах? Самый дешевый кейс, это кейсы, напоминаю, которые чаще всего покупают игроки. Задача игры делать так, чтобы в этих кейсах были, ну, чуть-чуть получше шансы, понимаете, чем в дорогих. Или наоборот. Может быть, я что-то не понимаю. Может быть, я опять себе что-то выдумал. Ну, гусь в шапке, ну полтора миллиона, вау! Типа, и это все за 100 кейсов. Ладно, у нас 99, потому что мы брали по 33. Я, короче, что сейчас сделаю? Последний будет жесткий кейс, чтобы было ровно 100 в этой серии. Я кручу, и я просто не вижу, чтобы что-то даже падало. Я не вижу ничего, пацаны, просто ничего не падает. Субурбаны по 360. Ладно, по 450 нам что-то падает. 26 миллионов. Не, не-не-не, это херня. 19 лямов мы потратили, точнее, недополучили. А было у нас 18, мы получили 6. Короче, мы в минусе где-то на 11-12 миллионов. Я что, планирую сейчас сделать, взять очень дорогой кейс и открыть его один. В конце этой серии, а почему бы нет? Давайте это будет у нас... Ну, пускай темные дела, одна штучка, она прям что-то мне прям понравилась. Я на Велисову ночь не рассчитывал 8 миллионов, это просто закапывать бабки сейчас. Не вариант. А вот темные дела, вариант. Выбить бункер просто с последнего шанса. Это ласт шанс, за который мы отдали 3,5 миллиона. Полетели. Нам чел в меню мучат, может быть, это к удаче. Так, фиг вы, пацаны. Я реально думал, что самые дешевые кейсы, ну, их крутят, пацаны, просто выбивают по КД. Каждый день я вижу новости. Там выбил, этот выбил. Там просто какие-то фармёжки дикие. Может быть, реально, я на аккаунте слишком много открыл. В следующий раз возьму и открою на новом аккаунте. Задоначу на новый, открою на нём. До скорой встречи, пацаны. Увидимся в следующей серии. Пока.